Воронеж. События. Факты. Футболисты вернулись в высшую лигу. Пандемия заражает каждый час 9 человек. Но это не ковид. К новостям региона мы вернемся после событий в стране и мире. США. Президент США Джо Байден заявил, что видит признаки экономического прогресса после того, как недавние показатели роста усилили опасения рецессии. Байден выступил на совместном вебинаре с несколькими генеральными директорами в четверг в Вашингтоне. Теперь нет сомнений в том, что мы ожидаем, что рост будет медленнее или меньше, чем в прошлом году, и того быстрого роста, который у нас был. Но это согласуется с переходом к стабильному устойчивому росту и снижению инфляции. Сегодня на Уолл-стрит и среди экспертов будет много разговоров о том, находимся ли мы в рецессии. Но если вы посмотрите на наш рынок, потребительские расходы, инвестиции в бизнес, мы видим признаки экономического прогресса, сказал Байден. Рано утром в четверг Бюро экономического анализа сообщило, что головой внутренний продукт страны упал почти на 1% с апреля по июнь. Экономика США сокращается второй квартал подряд, что соответствует критериям рецессии. Аргентина. Тысячи людей прошли маршем в Буэнос-Айресе в четверг в знак протеста и требуют мер в условиях глубокого экономического кризиса в стране. На кадрах видно, как демонстранты с плакатами и транспарантами маршируют касса Рассада президентскому дворцу. Мы предполагаем, что нам нужно призвать к досрочным выборам, а также к созыву учредительного собрания, чтобы провести быстрые дебаты и добиться тотальных глобальных перемен, сказал Вильма Рипол, лидер социалистического рабочего движения. Согласно местным сообщениям, министр экономики Сильвина Батакис была отстранена от должности всего после 24 дней пребывания в должности. Латиноамериканская страна страдает от инфляции, превышающей 60%, и борется с огромным государственным долгом. Тайвань. Десятки тайваньских военнослужащих, в том числе и резервистов, приняли участие в учениях с боевой стрельбой в провинции Пентун в четверг на четвертый день ежегодных военных учений. Учения представляли собой высадку десанта на берег, имитирующий иностранное вторжение со стороны моря. Можно было увидеть, как десантные машины стреляют боевыми патронами, штурмуя пляжи вместе с отрядами морской пехоты. Военные учения проводятся каждый год с 1984 года и направлены на укрепление обороны Тайваня от сил вторжения. В этом году мероприятие является более значительным в свете растущей напряженности в отношениях с Китаем. Китай. Представитель Министерства иностранных дел Китая Джао Ля Цзянь заявил, что Китай много раз ясно давал понять США, что он решительно выступает против запланированного визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, выступая на ежедневном брифинге в Пекине в четверг. Если США будут настаивать на том, чтобы идти своим путем, китайские военные никогда не будут сидеть, сложа руки и предпримут серьезные меры, чтобы помешать любым попыткам внешних сил вмешаться и отделить Тайвань. Китайцы делают то, что говорят, сказал он. В среду, 27 июля, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол из Комитета по иностранным делам заявил, что Нэнси Пелоси пригласила высокопоставленных законодателей присоединиться к ней в поездке на Тайвань. В Перу противники и сторонники президента Педро Кастильо собрались у здания Конгресса в Лиме в четверг. На проспекте Абанкар можно увидеть протестующих за и против Педро Кастильо, одетых в футболке сборной Перу, а также с перманскими флагами. Крики «Кастильо! Вон, вон!» сотни протестующих против Кастильо требуют отставки президента. Тем временем сторонники президента собрались рядом с оппонентами, чтобы выразить ему свою поддержку. Ливия. В четверг жители города Сирт вернулись, чтобы самостоятельно расчистить завалы, несмотря на то, что сменявшие друг друга правительство обещали разобраться в процессе восстановления города. Сегодня у нас 3000 семей живут под открытым небом с 2016 года. Эта проблема не решена, несмотря на смену многих правительств, сказал мэр муниципалитета Сирт Мухтар Халифа Аль Мадани. Несмотря на ущерб, нанесенный Сирту, в результате гражданской войны жители решили сами начать ремонтные работы. «Мы вернулись и живем здесь, вода есть, и мы запускаем генераторы для освещения. Мы живем здесь со своими семьями, потому что больше не можем позволить себе платить за аренду», — сказал местный житель Мохаммед Ибрагим. Центральный портовый город, в котором когда-то проживало 80 тысяч человек, сильно пострадал во время конфликта, последовавшего за восстанием 2011 года против бывшего лидера Муаммара Каддафи. Афганистан. По меньшей мере, 8 человек погибли и несколько получили ранения после внезапного наводнения. В южной провинции Кандагар в Афганистане местные жители пытались очистить свое имущество и спасти свои вещи от грязи после наводнений в четверг. «Мои дети провели ночь на улице, потому что в моих комнатах была вода. Вы видите, в моем доме был по крайней мере один метр воды», — сказал местный житель, пострадавший от наводнения. Внезапные наводнения и оплозни также затронули соседние страны Пакистан и Иран, в результате чего погибли десятки человек. Государство Палестина. Десятки палестинцев, протестующих против строительства израильских поселений, столкнулись с полицией возле Сальфита в среду. «Они пытаются выйти на улицы и перекрыть их, а чтобы найти больше форпостов в поселении, мы пришли сказать им, что палестинский народ остается на своей земле и не покинет свою землю и будет сопротивляться вам всеми силами», — сказал. Активист народной группы сопротивления между протестующими и израильской пограничной полицией вспыхнули столкновения, которые использовали слезоточивый газ и звуковые гранаты для разгона толпы. Иран. По меньшей мере шесть человек погибли, девять получили ранения, еще 14 числятся пропавшими без вести в результате проливных дождей и внезапного наводнения, которые вызвали оползни в Мамзаде Давуд в четверг. В ходе поисково-спасательных операций рабочие извлекли тела, погребенные под слоем грязи, с помощью строительной техники. Автомобили были опрокинуты и застряли под тяжестью сильных оползней, в то время как рабочие пытались расчистить грязь. Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди, который был на месте происшествия, сказал, что некоторые из наших соотечественников пострадали от этого наводнения. Некоторые из них погибли, некоторые получили ранения, а мы не знаем точных цифр. Их число могло увеличиться. Некоторым местным жителям также пришлось эвакуироваться из этого района. Власти направили медицинские бригады для оказания помощи пострадавшим от наводнения. Великобритания. В четверг лондонцы отреагировали на новость о том, что гигант быстрого питания Макдональдс впервые за 14 лет повысил цены на свой знаменитый чизбургер. Электричество, газ, все подорожало настолько, что я думаю, это большая проблема, сказала жительница Лондона. Я думаю, что люди не обязательно знают, как лучше потратить свои деньги. Я думаю, что сейчас многие люди едят вне дома, тогда как раньше люди не ели так много. И если вы готовите дома, вы сэкономите много денег. Цена чизбургера выросла с 99 пенсов до 1 фунта 19 пенсов на фоне общего роста стоимости жизни по всей стране. Франция. Президент Франции Макрон приветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в Елисейском дворце в Париже перед рабочим ужином в четверг. Это первый визит наследного принца во Францию после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашоги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Болгария. Выступая перед заседанием правительства Софии в четверг, уходящий премьер-министр Кирилл Петков заявил, что Министерство энергетики предложит соглашение о поставке семи грузовых судов с американским СПГ в период с октября 2022 года по апрель 2023. У нас будет по одному перевозчику СПГ с октября по апрель, заявил Петков во время выступления. Политик также отметил, что условием получения груза является предоставление необходимой инфраструктуры из Греции и Турции, что должно быть сделано в следующем месяце временным правительством и временным министерством энергетики. Ранее в июле в Каматине, Греция, открылся газопровод между Грецией и Болгарией. 182-километровый трубопровод соединяет газовые сети двух стран и имеет пропускную способность в 3 миллиарда кубометров в год. Это одно из самых важных газовых соединений на Балканах. Новости ближнего зарубежья Узбекистан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг в Ташкенте, что в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей. Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной и особо символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по делу. Кроме того, Лавров отметил, что Москва и Ташкент подтвердили намерение работать с действующим руководством Афганистана. У нас очень близкая позиция с узбекскими друзьями в том, что касается необходимости признать нынешние реалии в Афганистане и работать с нынешним руководством, исходя из этих реалий. Дипломат также подчеркнул, что Афганистан занял особое место в ходе его дискуссии с президентом Азбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Ташкент по традиции уже не первый год становится столицей специальных международных мероприятий, где обсуждается афганская тематика и ее внешние последствия. Сказал глава российского внешнеполитического ведомства и добавил, что усилия Российской Федерации и КНР в рамках московского формата по Афганистану является взаимодополняемой работой. Ранее Лавров на полях саммита ШОС встретился со своим китайским коллегой Ван И, а также провел переговоры с президентом Узбекистана. ШОС представляет собой постоянное действующее региональное международное объединение, созданное в 2001 году в Шанхае. Членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Каджикистан и Узбекистан. ДНР. Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны России продолжают реконструкцию мемориального комплекса «Саурмогила» под Шахтерском. На кадрах видно, как специалисты приступили к монтажу стеллы высотой 36 метров и к восстановлению пилона славотанкистам, пострадавшего во время обстрелов. Ход работ проконтролировал заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов. В ведомстве отметили, что рабочие уже установили один из четырех пилонов. Также на территории комплекса проводится благоустройство. По информации СМИ, со ссылкой на Министерство обороны России, работы идут с опережением графиков. В реконструкции принимают участие студенты-волонтеры. Для них ведомство организовало размещение питания на время работ. Проект планируется завершить в августе 2022 года. Мемориал советским воинам, сражавшимся на одной из преобладающих. Высот Донецкого Кряжа в годы Великой Отечественной войны был открыт в сентябре 1967 года. В 2014 году комплекс был разрушен в результате обстрелов. Новости Российской Федерации. Новости России. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза Российской Федерации в пятницу в Москве, на котором обсудил деятельность госкорпорации «Роскосмос». «Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения в Роскосмосе, и в этой связи я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы. Его отдельные направления», — сказал глава государства. Затем слово было предоставлено секретарю Совбеза Российской Федерации Николаю Патрушеву. Встреча прошла в режиме видеоконференции. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО и сообщил о предполагаемых ответных действиях со стороны Москвы в четверг в Карелии. «Они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса. Или умеренный, или, так сказать, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран». Заявил зампредседателя Совета Безопасности по итогам совещания в Карелии, где были рассмотрены вопросы безопасности нашей страны на северо-западных рубежах. Медведев также подчеркнул, что Москва не оставит без ответа решение Хельсинки и Стокгольма вступить в Североатлантический альянс. «Совершенно очевидно, что в результате этого решения вот та самая известная линия по Асике Викеканена, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией, подлежат пересмотру». Добавил политик. По словам Медведева, вступление новых стран в НАТО усложнит ситуацию с обеспечением безопасности на Балтике. «Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех», – подчеркнул Медведев. В конце июня главы МИД Турции, Финляндии и Швеции провели деловую встречу в Мадриде, в ходе которой было подписано трехстороннее соглашение по безопасности, позволяющее северным странам присоединиться к НАТО. Турция выступала против членства скандинавских стран из-за террористической угрозы, с которой, по словам президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, северное государство не имеет четко выраженной политики. В начале июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хависта и Анн Линде совместно с послами 30 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении новых стран в Североатлантический альянс. Режим ЧС ввели на территории Мирненского района Якутии, где лесной пожар перекинулся на село Арылах. Об этом сообщил оперштаб республики в своем телеграм-канале в четверг. На кадрах клубы дыма поднимаются над лесной зоной около села Арылах, а также видны горящие жилые постройки. В оперативном штабе пояснили, что пожар начался в четырех километрах от села в среду вечером. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся через реку и через несколько часов возник в самом населенном пункте. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Ведомстве уточнили, что на месте лесного пожара работают 7 пожарных машин, 11 водовозок, 50 спасателей и 30 местных жителей. Кроме того, к тушению огня привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а из Якутска к очагу возгорания вылетели самолет Б-200 и вертолет Ми-26. По данным ГУ МЧС по республике Саха, благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательным подразделениям удалось локализовать пожар в кратчайшие сроки, не допустить распространения огня на соседние строения и в дальнейшем ликвидировать. По информации ведомства, всего на территории республики действует 101 лесной пожар на площади более 109 гектаров. Всего на тушение лесных пожаров привлечены 1044 человека, из них 720 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 192 сотрудника лесопожарной службы, 47 сотрудников ГПС, 85 добровольцев из числа местного населения. Задействованы 82 единицы техники, сообщили в пресс-службе МЧС. К новостям нашего региона. За последние сутки в Воронежской области выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. О ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России и мире в нашем обзоре. По данным Всероссийского штаба, 29 июля в России выявлено 11 432 новых случаев коронавируса. Умерло 39 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 382 352 летальных исхода. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Черноземья. В Воронежской области 198 новых заражений коронавирусом. Липецкой 38, Курской 43, Белгородской 33, Тамбовской 28. По данным сайта СтопКоронавирус.РФ за последние сутки в Воронежской области умер 1 человек. В Москве 11, в Санкт-Петербурге 7, в Самарской области 2. За прошедшие сутки в мире выявлено 934 тысячи новых случаев коронавируса. Из них в Японии 207 тысяч, в США 93 тысячи, в Южной Корее 88 тысяч, умерло 2078 человек. За все время пандемии в мире выявлено 579 миллионов 826 тысяч случаев коронавируса. Умерло 6 миллионов 414 тысяч человек. Валерий Бобкин, 41 канал. Сколько раз еще перенесут? В Воронежском регионе в этом году капитальный ремонт проведут только в 300 домах. Остальные перенесли на поздние сроки. Почему, если дом трещит по швам, это еще не повод его ремонтировать? Узнавала Олеся Алисюк. 60-е годы, времена правления Хрущева. Минимализм во всем. Провозглашена борьба с излишествами. Дома-коробки, но люди все равно счастливы. Они вселяются в хоть и маленькую, но свою собственную квартиру. Дом на улице машиностроителей 37 строили для себя. Сами работники завода Тяжмехпресс. Как правило, при возведении жилья таким способом экономили на все. За 60 лет ремонт в 37-м доме не проводился ни разу. Его переносили уже трижды. Красивая окантовка из кирпича, наверное, была даже роскошью по тому времени. Спустя годы скромное украшение фасада угрожает, если не жизни, то как минимум здоровью людей. Когда кирпичи начали вываливаться, грохот был во весь двор. Сначала даже не поняли, потом даже козырек весь погнулся. Поэтому были вынуждены куда обратиться? В жилищную инспекцию. Мама выходила из-под нее, за нее упал кирпич вот такой. И ей по голове трахнуло этим кирпичом. Ну хорошо, что все обошлось так, более-менее спокойно еще. В Воронежской области капитальный ремонт многих домов переносили на более поздние сроки. В этом году отремонтируют только 300 домов в регионе. Видимо, это связано с ростом цен на стройматериалы. В региональную программу капитального ремонта 2014-2044 годов включены порядка 9400 многоквартирных домов области. Многим домам, особенно довоенной и послевоенной постройки, требуется немедленно ремонт. Косметическим тут не обойтись. Здание может полностью прийти в негодность. Вы собственники, вы и ремонтируете подъезды. Вот что нам отвечают. Вы видите, листы шифера сползли. Они приехали, чуть заштукатурили, а листы, что сползают, и висят они, незакрепленные. Просто сползут в один прекрасный момент на голову опять кому-нибудь. У нас внизу люди ходят. Эти замазывания фасады управляющая компания выполнила после визита Государственной жилищной инспекции. Надзорное ведомство выявило, что компания незаконно бездействует. Нарушают права и законы интересы собственников помещения. Если выявленные предписания не устранят, то обслуживающей организации грозит штраф до 300 тысяч рублей или дисквалификации на срок до трёх лет. Устранить нарушения управляющей необходимо до 1 августа. Осталось всего три дня. И пока работы хотя бы по косметическому ремонту не начаты. Сосульки особенно когда тает, то у нас тут залитие. Видите, что в подъезде. Всё течёт? Всё течёт. Разрушений полные. Но не боитесь, что когда-нибудь оборудование? Боимся. Боимся уже давно и ждём. Думаем, наш дом. Ну, хоть его или в божеский вид надо как-то вот приводить. Или сносить его, потому что ужас вот просто охватывает. Косметического ремонта во втором подъезде не делали никогда. Стёкол в рамах нет. Сам дом давно получил статус ветхого жилья. Жители дома на проведение ремонтных работ уже собрали полмиллиона рублей. В 2022 году тут хотели заменить систему отопления, холодной воды, электрики. Отремонтировать крышу, фасад и фундамент. Но решили, что можно это сделать и как-нибудь в другой раз. Управляющая компания на запрос нашего телеканала, почему дом в таком состоянии, ответила, что восстанавливают штукатурный слой в доме время от времени. Но стенам это не поможет. Когда человек серьёзно болен и умирает, можно припудрить ему лицо и нарисовать румянец. Но этим мы его не спасём. От этого ему не станет легче. Ежемесячной платы по первой строке в квитанции, по мнению УК, недостаточно. В месяц со всего дома собирают 8 тысяч рублей. Это слишком мизерная сумма, считает УК-мастер, для проведения ремонтных работ. На днях было проведено обследование дома проектной организации. Оно показало, что ремонт необходим в ближайшее время. Износ фасада 60%. Все результаты будут переданы в фонд капитального ремонта. На очереди таких домов много, говорят ведомстве. И скорых восстановительных работ ждать не следует. Прямо говорят в проектной организации. Видимо, только несчастный случай может ускорить начало долгожданного ремонта в 37-м доме. Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Есть первый миллион тонн зерна. Губернатор Воронежской области поздравил наших аграриев с достижением этой важной отметки. Поздравляю каждого, кто трудится в поле на Воронежской земле. Наши аграрии собрали первый миллион тонн зерна в этом году. Благодаря их труду регион по-прежнему остается в лидерах и с каждым годом усиливает свои позиции. Такими словами Александр Гусев в своем телеграм-канале поздравил работников сельхозпредприятий, занятых на уборке урожая. Намолочено 1 миллион 33 тысячи тонн зерна. При средней урожайности 44,2 центнера с гектара. Областные власти рассчитывают, что воловой сбор зерна будет более 5 миллионов тонн. Самая высокая урожайность достигнута в Лискинском, Хохольском, Панинском, Острогожском и Бутрулиновском районах. Валерий Бобкин, 41 канал. Долгожданное событие для воронежского футбола. В субботу 30 июля «Факел» на Центральном стадионе профсоюзов будет играть с московским «Динамо». Это долгожданный домашний матч воронежской команды в высшем дивизионе российского футбола спустя 21 год. Первые две игры «Факел» провел на выезде, сыграл в ничью 2-2 в Краснодаре и проиграл со счетом 1-2 в Грозном. А вот «Динамовцы» стартовали с двух матчей на домашней арене. Сыграли в ничью с ростовчанами 1-1 и крупно обыграли земляков из торпеда 4-0. Сейчас «Москвичи» занимает 6-е место в турнирной таблице, а «Факел» 12-е. Игра между командами пройдет в 15 часов 30 июля на Центральном стадионе профсоюзов. Из-за принятых мер безопасности приходить на стадион рекомендуется за 2,5 часа до начала матча. ЕБДД предупреждают водителей о запрете парковки и движения машин на улицах, прилегающих к стадиону. В Воронеже выявлен очаг бешенства животных. Указом губернатора региона установлена карантинная зона. Карантинная зона ограничена улицами 9 января, Газовая, Дорожная и Пешестрелецкая. Там будет приведена дезинфекция и гератизация, то есть уничтожение грызунов. А животным восприимчивому к бешенству сделают приивки. Из-за ЧХ бешенства запрещено вывозить животных и проводить ярмарки и выставки с их участием. Бешенство – это вирусная болезнь животных и человека, практически всегда заканчивающаяся смертью. Распространяют бешенство дикие хищники, собаки, кошки. В городской среде основными разночниками становятся бродячие и безнадзорные собаки. Заразиться можно при укусе или ослюнении поврежденных участков кожи или наружных слизистых оболочек. Главный способ борьбы с бешенством – профилактическая вакцинация всего восприимчивого в поголовье животных. Прививки специалистами государственной ветеринарной службы делаются абсолютно бесплатно. Валерий Бобкин, 41 канал. Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них ВИЧ-инфицированных около 900 тысяч человек. Каждый час в России заражается 9 человек. Об эпидемии ВИЧ в сюжете Марии Макеевой. ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, то есть вируса, поражающего иммунную систему. ВИЧ живет и размножается только в организме человека, и при заражении ВИЧ большинство людей не испытывают никаких ощущений. Иногда спустя несколько недель после заражения развивается состояние, похожее на грипп, но на протяжении долгих лет после инфицирования человек может чувствовать себя здоровым. К сожалению, при борьбе с ВИЧ иммунная система не может его обезвредить, а ВИЧ, в свою очередь, постепенно разрушает иммунную систему. Сейчас проблемы со стороны здравоохранения решаются очень быстро. Препараты терапии назначаются сразу же, как только человеку поставлен диагноз, чтобы сохранить здоровье, чтобы максимально поддержать, обезопасить его самого и обезопасить окружение. Со времен обнаружения в 1987 году первого россиянина, инфицированного ВИЧ, по 31 декабря 2021 года общее число выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации достигло, по предварительным данным, более полтора миллиона человек. На 31 декабря 2021 года в стране проживало 1 137 596 россиян с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, исключая 424 974 больных, умерших за весь период наблюдения, а это 27,02%. Статистика – это очень важная часть, которая помогает государству отслеживать эпид-процессы, но для нас это живые люди. Если мы говорим про статистику, то на сегодняшний день на территории Воронежской области, по данным Департамента здравоохранения, по данным Центра СПИД, проживает более 4,5 тысячи людей. Это люди, которые состоят на очереди, принимают или не принимают лечение. Почему я говорю не принимают? Я говорю про тех людей, которым действительно пришлось трудно. Ты не один – некоммерческая организация, вовлеченная в профилактику ВИЧ-инфекции, туберкулеза и гепатитов в Воронежской области. Работа направлена на информирование граждан по заболеванию ВИЧ, СПИД, туберкулеза и вирусных гепатитов, живущим с этим заболеванием. Наша организация когда-то была инициативной группой из людей, которым поставили диагноз ВИЧ. И столкнувшись с определенными трудностями, как внутренними, психологическими, так и с трудностями в социуме, пройдя весь этот путь, мы решили помогать другим людям с таким же диагнозом. Начинали мы на кухне, начинали мы с групп взаимопомощи и сейчас пришли уже к такому полномасштабному немедицинскому сервису. Поскольку ВИЧ-инфекция является неизлечимым заболеванием, а число новых случаев ВИЧ-инфекции превышает число умерших, продолжает расти общее число россиян, живущих с ВИЧ. Не приукрашивая ВИЧ-инфекцию, что это определенная проверка, это определенная проверка, которую человек проходит вот в этом пути. И если он не справляется, у него всегда есть возможность обратиться к нам и к кризисному консультату, к психологу, и он чтобы преодолел это. Точно так же к нам обращаются беженцы, которые сейчас в регионе присутствуют. Это беженцы, у которых была диагностирована ВИЧ-инфекция на территории Украины. Ты не один способствует увеличению охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию. Внедряют технологии адаптации и реабилитации пациентов, развивают и укрепляют пациентское сообщество в Воронеже и Воронежской области. Наша организация предоставляет также социальные услуги. У нас есть социальный работник, который сопровождает маломобильных, беременных, людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в Центр по борьбе со СПИД, чтобы человек мог получить лекарство, пройти диспансеризацию, доставляет врачей к больному, если отправка самого больного физически невозможна. Около 15 лет назад появились эффективные методы лечения, которые останавливают развитие ВИЧ-инфекции и обращают ее вспять. Люди даже на стадии СПИДа с помощью современных препаратов возвращали свое здоровье и снова начинали жить обычной жизнью. История, когда мать на тот момент одного ребенка здорового встречает ВИЧ отрицательного человека, она с ним хочет выстраивать отношения. И при этом у нее есть та база знаний, которая заложена была ранее. Сейчас я вам скажу, что это мамочка, у которой трое здоровых детей и отрицательный муж. То есть такая история преодоления, человек преодолел себя, он рассказал, открылся отрицательному человеку и выстрелил с ним отношения. И он продолжает оставаться ВИЧ-отрицательным за счет того, что мамочка принимает лечение, и она родила двоих еще дополнительно здоровых деток. В июне состоялось заседание городской думы, на котором обсуждался вопрос о предоставлении помещения некоммерческой организации «Ты не один» в безозмездную аренду. Учредитель Наталья Коржова рассказала депутатам о том, чем организация занимается, и они проголосовали единогласно. С напутственными словами, в добрый путь, в добрый путь к новым добрым делам и проектам. У нас появился свой дом, нас поддержали с помещением, на которое мы претендовали. Но в этом доме требуется ремонт. Поэтому для нас важно, чтобы людям было комфортно, чтобы люди приходили сюда и могли полностью говорить о своих проблемах. Сегодня этот дом требует ремонта. Это очень хорошее помещение, которое по вложениям не будет съедать массу средств. Но мы просим вашей поддержки для того, чтобы дом заиграл и засветился новыми красками. Многие ученые работают над созданием новых методов лечения ВИЧ-инфекции. Вполне возможно, что через несколько лет появятся новые, более совершенные и радикальные препараты, которые смогут полностью избавить человека от вируса. Вирус иммунодефицита человека не приговор и не божья кара. Это просто болезнь, лечение которой, мы надеемся, будет найдено. История наших героев показывает нам, что они могут жить полноценной жизнью, несмотря ни на что. Мария Макеева, Сергей Трифонов, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406, пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в социальных сетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 0, 0 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и подписывайтесь на наш YouTube канал. А я с вами прощаюсь. Далее эфир продолжит прогноз погоды в мире и в Воронежской области. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»